Музыка Лидером быть это как быть впереди, не то что впереди, а подсказывать молодежи, вести на правильный путь, опытом делиться, для меня это лидер. Чтобы было на кого равняться, допустим у меня в молодость, когда я пришел и смотрел на старших, и много чему у них научился, в жизни это всегда пригодится для развития самого себя. Честность это, прежде всего, это стержень человека, мне кажется, будет. Когда ты честный, откровенный, и к тебе люди относятся так же. Музыка Вообще на разрезе «Богатырь» я работаю с 1992 года, это уже 31 год. Сперва я работал на РШРД-5000, это было два советских роторных эскаватора, потом их убрали. С 2014 года я бригадиром был на СВБ и Брызкая. В данный момент я сейчас уже год с лишним перевелся на новые технологии ЦПТ. Там принцип почти такой же, там перегружатель, только он другой, современный, вообще там интересно. И начальник говорит, я хочу, чтобы ты туда ушел, создал бригаду. И вот я как уже год ушел, перевелся туда и там руковожу. Я стараюсь делать так, машинист-помощник, не то, что они постоянно машинист-помощник, стараюсь менять. Вот поработали немного помощника, стараюсь ставить на место машиниста, чтобы он тоже обучался, мог все как бы. Не то, что универсальный, но даже помощник должен иметь навыки, погрузки, все остальное, а не просто быть всю жизнь помощником. Все нормально у нас. Бывают некоторые шероховастости, но это так, мелочи они такие. А так все отлично. Ответственность всегда больше становится. Во-первых, есть машинисты, товарищи, они намного старше меня. Хотя они говорят, ты не бойся, мы тебе будем помогать. И даже когда я руководил, говоришь им, и они так и так и делают. Для меня было немножко и приятно как бы, да, и в то же время как взрослыми людьми руководить, как бы, и они тебя слушают. И в то же время они сами мне подсказывают, Дим, надо вот так вот, вот так вот. И много интересного и приятно из-за того, что даже они сами попросили, чтобы я был у них бригадиром. Я вникаю в их проблемы, каждого рабочего. У кого-то, допустим, в семье что-то, у кого-то по здоровью. И если я им говорю, они делают. Не знаю, не надо уговаривать, не надо кричать. Всегда было без проблем. Вот сколько я работаю, я поговорил спокойно, да я всегда спокойно, в принципе, разговариваю. Поговорил, рассказал, подсказал, они делают. Не было такой проблемы, чтобы кто-то что-то не делал или не хотел делать. Главный совет, надо интересоваться, не бояться ничего. И пробовать там, везде, учиться и пробоваться. Сейчас люди очень боятся принять решение, взять на себя ответственность. Я вот смотрю по работе, я всегда говорю, если что-то даже сломали или еще что-то, ничего страшного нет. Вы скажите, эта работа не может быть, чтобы не было ни поломок, ничего. Да, сломали. Вот всегда, я почему говорю, надо будет правду. И она, это люди понимают. И если что-то случилось, не надо молчать. Лучше надо выйти так быстренько того-то, найти сварщика или еще что-то, решить эту проблему. И тогда она быстрее делается, чем, допустим, он сломал и сидит, и молчит, и боится сказать. Не может ответственность взять на себя. Моя говорит, вот ты в отпуске, ты каждый день на работе. Тебе то пишет, то, то. То тебе отчитываются, то тебе скидывают. Я говорю, ну правильно, я должен быть в курсе. Потому что они решают. Они вот звонят, советуются. И там так и так. Мы вот хотим сделать без проблем. Конечно, делайте, пробуйте. Это хорошее качество. Это лучше делать, пытаться делать, обжигаться, чем вообще ничего не делать. И так. И так. И так. И так. И так. И так. И так.